Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 ноября и я сейчас хочу снять видео, итоговое, финальное, про способ или про метод выращивания по два томата в одну лунку. Этим методом интересуются многие новички и когда летом приходили мне вопросы, поступали, естественно, что отвечать мне было некогда. Я так эпизодически в апреле два видео сняла, выложила, потом в июне выложила одно про этот метод, но у человека, когда он смотрит вот такими маленькими кусочками, общая картина не складывается. Поэтому именно для тех, кто хочет побольше узнать об этом опыте, я собрала все эти видео, вот пять, в количестве пять штук, там еще одно где-то есть, может быть еще размещу. И вчера выложила их все по порядку, то есть сначала теоретическая часть, я сейчас даже назову вам. Первое, два томата в одну лунку преимущества детерминатов, где я объяснила, почему я так сажу, какие преимущества я вижу. Потом второе, два томата в одну лунку индетерминатные сорта, где я рассказывала, что немного отличается уже выращивание индетерминатов. Потом третье, два томата в одну лунку, какие сорта лучше не выращивать, там я называла, что вот те, которые кустистые, не нужно. Потом четвертое, два томата в одну лунку, на каком расстоянии делаю лунку. И пятое, 140 томатов в одной теплице, это много или мало. И вот собрав в кучку все эти видео, я даю вам возможность прям сразу посмотреть первое, второе, третье, четвертое, пятое. И тогда у вас сложится весь этот пазл, всю картину вы увидите. Во-первых, вы узнаете, для чего я это делаю. У меня тоже не весь огород высажен по два томата в одну лунку. Кто следит за моими видеосюжетами, они видели, что вот между двумя теплицами у меня тоже по одной. И вот какую-то часть я высаживаю так, какую-то часть высаживаю по-другому. Смотрю на характеристики томатов, те, которые сильно вот такие раскидистые, которые сильно обвелестленные, я их стараюсь не высаживать парно. Вы понимаете, что они мешают друг другу. Тут же все надо обдумывать. И когда подбираете сорта, надо обязательно смотреть в описании, какой он будет. И вот вы можете увидеть, как я весной делала лунки. И что самое главное, можете сразу же увидеть, какой будет летом результат. Потому что я показала, вот я лунки рою, а следующие томаты уже взрослые, уже выросли. И вы видите, тесно им или не тесно устраивает вас такое расположение или нет. Это очень удобно, потому что когда мы в течение сезона выкладываю, я вот весной выкладываю, как я высаживаю. Но я же не могу вам объяснить, как на пальцах, как это будет выглядеть летом, сколько это будет, какое расстояние. И вот эти пять видео, тех, кого интересует эта тема, можете посмотреть сразу за один раз. И вы сразу все поймете. Вот сейчас опять некоторые люди, попался им третий ролик по счету или второй, и начинаются вопросы. А на каком расстоянии лунки? Ну все это уже здесь есть. Я выложу все пять ссылок. Вот в описании к этому видео будут все пять ссылок. И сейчас хочу пройтись по комментариям, которые к этим видео уже поступили. И если у кого-то вопросы есть у людей, я сейчас сразу отвечу на все вопросы. И к этой теме мы больше возвращаться не будем, потому что вот в этих пяти видео, если кто действительно интересуется, кто хочет увидеть, узнать, тут все рассказано от и до, от теории и до рытья лунок. Комментарий, конечно, очень много, потому что я в прошлом году уже рассказывала зимой и весной про этот метод. И многие вот пишут, что уже высаживали так и очень довольны. Но есть и те, у которых не получилось. Вот или Жанна, или Яна пишут. Это бред какой-то. Я сделала в этом году так, и ничего не было выделено большими буквами. Без урожая мало места. Надо запрет наложить на ее советы, в кавычках. Ну и тут уже ей отвечают, что значит вы что-то не так сделали. Но я ей написала ответ, что если с первого раза не получается, нужно пробовать еще раз. А может быть вообще отказаться от этого метода. Из этого именно складывается наш опыт. Один раз попробовал, второй раз попробовал. Не получилось, значит это не ваше. Значит вы недостаточно уделили внимания этим посадкам. И я ей отвечаю, что запрет мне никто наложить не может. Я ведь рассказываю о своем личном опыте. Я никому не приказываю делать точно так же. Я всегда предлагаю попробуйте, может быть вам понравится. Я ей пишу, что запрет могу наложить только на ваши комментарии. Но я вас прощаю, предполагаю, что вы еще не опытный огородник. И тут же я добавила, что относиться к окружающим нужно лояльнее и писать комментарии мягче. Потому что это уже проверено жизнью. У злых людей никогда вообще ничего не растет. В ответ на такие комментарии вы вызываете негативные эмоции в ответ. И получается, что вам один написал человек плохо, второй плохо. Там ей уже пишут другие такие же негативные. Она сама всколыхнула вот это и получила в свою сторону негатив. Не нужно это делать. Я всегда предлагаю, давайте писать такие, даже если у вас мнение совершенно другое. Но вы пишите, ну напишите просто, а вот у меня не получилось. Что я делаю не так. Но большинство людей, которые попробовали этот метод, у них все получилось. Вот пишет Татьяна Кытина. Сажала по вашему способу, очень понравилось. Но сначала было страшно. Когда кусты стали разрастаться. Потом стала формировать. И все встало на свои места. Так, урожай был хороший. Расстояние в 60 см между растениями. Спасибо за интересные советы. Вот видите, женщина тоже, она вроде сначала испугалась. И если бы она вовремя вот это все вот не устранила, все это разрастание, возможно у нее то же самое. Так же получилось бы, не было бы места, они бы затянились. Так что это все в наших руках. И я еще раз говорю, что вот тут ей дали такой умный тоже совет, что если вы пробуете, то не высаживайте сразу все количество томатов по новому способу, который вы еще не освоили, который вы полностью еще не овладели им. Посадите, например, один ряд так, а второй или второй третий своим традиционным способом. Так что, вот это вот. А, еще был вопрос. Высаживаю ли я так в открытом грунте? Конечно. В открытом грунте у меня почти весь огород высажен так. Ну, кроме тех, которые сильно лопушистые, сильно кустистые. И то, вот петрушу я на завалинке высаживаю точно так же, просто я за ним слежу, и я их в ширину растягиваю, немножко больше расстояния, и он тоже прекрасно растет. Но это я делаю только из-за того, чтобы был кол один на двоих, потому что у меня сильно большое количество томатов. Если у вас томатов не очень огромное количество, вам не обязательно вот эти вот сибирская тройка, петруша, данский пальчик, не обязательно сдваивать. Им все-таки надо больше места. Они вот такие вот любят распространять свои пасынки в разные стороны. Им нужно большее расстояние. Также, например, монгольский карлик. Никому даже в голову не придет высадить его два томата в одну лунку. Вот это уже точно, категорично, я могу всем сказать, что не пробуйте даже. Он же грунтовой, он стелющийся, он отрастает 20 сантиметров, и у него все это вот понизу расползлось. Ему надо примерно один квадратный метр на один куст. Ясно, что этот метод подходит не для всех томатов. Пытаясь вот это сделать, обязательно внимательно отсортируйте, какие можно, какие нельзя. Все, я на этом закончу, не буду терять ваше время. Еще раз повторю, кого интересует эта тема, вчера выложила все пять видео от теоретической части до потом рытья лунок и до томатов во взрослом состоянии. Если вы все эти пять видеороликов посмотрите, вы полностью освоите этот метод, но начинайте применять, ну как, умеренно. Попробовали немножко. На следующий год, если у вас маленький участок, если вы хотите побольше вместить, можно сделать и всю плантацию. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это тема «Два томата в одну лунку». Я ее закрываю, больше к ней не возвращаемся. Если вам что-то нужно, обращайтесь к видеосюжетам. Следующая тема, вот такая же большая, обширная, на будущей неделе я буду, это подготовка семян к посеву, потому что это тоже тема интересная, многогранная. Можно протравливать большим количеством всяких различных препаратов. Сразу буду говорить о неудачах этого прошлого сезона, потому что люди всю жизнь протравливали, одним из обеззараживателей была водка, а вот эту весну прошлую я водкой что протравила, то у меня не взошло. Водка, вероятно, уже не та. Так что нужно вот все эти препараты тоже применять с осторожностью и лучше всего использовать те, от которых, например, никакого вреда не может быть, пусть даже он не так сильно протравит, но зато он не убьет зародыш в семечке. Но это уже тема другого сюжета. До свидания. С вами была Ольга Чернова и тема уплотненная посадка томатов, два томата в одну лунку. Надеюсь, вот после такой уже подробной, ну как, подробного рассказа всем будет все понятно. Субтитры сделал DimaTorzok